Голодные, замерзшие, брошенные. Проблема с бездомными животными актуальна и в Алтайском крае. Если животным удается выжить, то чаще всего они сбиваются в стаи и зачастую становятся главными героями ленты новостей, пугают людей, даже не проявляя агрессию. Но бывает и такое, что некогда бродячее животное становится домашним, обретает семью. К счастью, не все люди проходят мимо мяукающего или скулящего малыша. Это Юлия. Пару месяцев назад котенок на улице выбрал ее. Я шла на работу, а она по тротуару бегала, кричала, плакала, тряслась как осинка. Это было начало декабря. В общем, естественно, пожалела. Я подумала так, если я сейчас пойду в сторону дома, и она пойдет за мной, это моя. Кошечку Юлия назвала Симой. Сегодня в первый раз проверяет ее здоровье. Государственная ветеринарная клиника на Шевченко. Когда хозяин задумывается о лечении своего питомца, именно об этом учреждении вспоминает в первую очередь. Хвостатым и пернатым здесь поправляют здоровье почти 70 лет. Мой папа, хочу рассказать эту историю, будучи еще ребенком, семилетним или восьмилетним, приходил сюда со своим папой лечить собственную козу. Они держали тогда козу, они приходили сюда, именно вот в это уже здание. В прошлом веке сюда приводили крупный скот, но деревню сменил город, а коров и лошадей – домашние животные. Собачкам, кошечкам, хомячкам, пернатым Елена оказывает хирургическую помощь. Почти ювелирная работа. И каждому питомцу она относится с любовью. Говорит, здесь нет равнодушных врачей. В штате нашей лечебницы у нас 14 врачей. Это врачи-терапевты, хирурги, врачи-лаборанты. Есть у нас врачи-рентгенологи, УЗИ-диагностика доктор и вецанитары. Средний стаж опыта ветеринаров – 10 лет. При этом специалисты постоянно проходят дополнительное обучение в городах Сибири и Центральной России. Мне здесь прием нравится, отзывчивые все врачи, доктора, все внимательные, все расскажут, все аккуратно сделают. А тем временем Сима знакомится с врачом. Терапевт прощупывает животик, осматривает глазки и ушки кошечки. Если там какие-то выделения есть, у нас есть лаборатория. То есть мы берем соскобы, ноутодектоз – это ушной клещ. И берем цитологию мазка отпечатка. Если мы видим, что ушки покрасневшие, например, не всегда бывает, что там клещи. Иногда бывает, что там грибок. При внешнем осмотре все хорошо. Теперь взгляд изнутри – УЗИ. В клинике современный аппарат, который проводит точную диагностику, включая скрининг сердца. Вот так колотится перепуганное сердечко Симы, но оно абсолютно здорово. Нет сюрпризов и в брюшной полости. И чем раньше состоится визит к ветеринару после появления животного в семье, тем лучше, говорят специалисты. Два-три дня адаптации дома, да, и все-таки добрались до ветеринарного врача. Оно, конечно, прыгает, бегает, в туалет ходит нормально. Но может быть такая ситуация, например, проблужек я вам сказала, да, могут быть и внутренние незаразные болезни, и проблемы с сердцем могут быть, да, и могут быть вирусные заболевания, особенно у подобрышей. УЗИ выявляет патологию ЖКТ или мочекаменную болезнь. А если причина плохого самочувствия все еще не ясна, терапевт отправляет на рентген. В пневмонии бронхит видно, и когда идет отек в гортане, тоже видно отек на рентгене. Эта процедура более серьезная и требует защитных фартуков для ветеринара и хозяина животного. Рентген-технику недавно обновили. Результат можно посмотреть на компьютере, что значительно удобнее для врача. И чаще всего на снимках не заболевания, а инородные тела. У этого котика в глотке куриная кость. Иголочки достаем, и тоже из пищевода достаем, из желудка, из кишечника достают. Хирурги у нас. И дождик. Самый опасный – это дождик. А почему он самый опасный? Потому что хозяева вовремя не могут заметить, дожидаются, когда животное уже отказывается от еды. И дождик, он прорезает слизистую кишечника. Пациентов исследуют и на клеточном уровне. В ветлечебнице работает своя лаборатория. Простейшие они поражают эритроциты, в результате чего их происходит разрушение. Судя по анализам, организм собаки атаковал пироплазмоз, переносчиком которого являются клещи. Это сезонное заболевание, которое может вызвать поражение печени, почек, сердца. Кстати, на март приходится пик по таким обращениям, поэтому стоит подумать о профилактике. Здесь возможно провести общий анализ, биохимию крови, мочи, анализ на наличие паразитов. Этого чесоточного клеща лаборант обнаружила пару дней назад у волнистого попугая. Редкий случай. А так выглядит очень опасное заболевание, когда паразиты проникают в органы, в частности в сердце. Сердце непосредственно увеличивается в объеме достаточных размеров. И непосредственно животное это оказывает на легкие. То есть животное начинает дышать более учащенно и непосредственно с кашлем. Поэтому дважды в год нужно сдавать специальные анализы и в целом приходить на диспансеризацию и дегельминтизацию. А если пушистому больше пяти лет, регулярно анализировать кровь. Кстати, многие клиенты ветлечебницы выбирают именно это заведение не только из-за отношений специалистов, но и цены. Стоимость приема и процедур дешевле, чем в частных клиниках. А еще здесь действует и льготная стерилизация. Специалисты не устают повторять. За здоровье животного хозяева отвечают, как за свое собственное. Первый признак, что с вашим животным происходит что-то не то, неладное, это отказ от еды. То есть это снижение аппетита, либо полный отказ от еды. Животное снижает свою активность, меньше двигается. Напоследок Сима, как настоящая девочка, идет в кабинет красоты, к грумеру. Ее шерстка для стрижки пока мало подходит, но следить за ней стоит не только для миловидности, но и здоровья, чтобы не было колтунов. Этот вырезали с кошачьей спинки. Они вызывают воспаление, это все преет. И более того, чем больше они скатываются, они потом начинают вырываться прям вот волосные луковицы из кожи. На этом экскурсия Симы закончилась. К концу визита малышка успокоилась и даже начала проявлять любопытство. Как у матери кота впечатление положительное. И УЗИ, аппарат очень качественный, видно, что так, ну и куда-то собралась. Видно, что здесь работают люди, которые явно знают свое дело, которые это дело самое главное любят, и которые к животным относятся соответственно. Это оценили уже сотни и даже тысячи барнаульцев. За здоровьем своих питомцев они идут в государственную ветлечебницу. Здесь, в одном месте, работают все необходимые специалисты, от терапевта до хирурга, и принимают по доступной цене. В 2020-м в этой клинике приняли 17 тысяч хвостатых и пушистых пациентов. Не это ли говорит о доверии? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова